МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алтайском крае число больных ОРВИ и гриппом резко выросло. Об этом свидетельствуют цифры статистики, предоставленные Роспотребнадзором. Но между тем в редакцию наших новостей обратились жители индустриального района Барнаула с жалобами на то, что скорую многим больным с высокой температурой приходится ждать по часу или даже полтора. В чем причина и как будет развиваться ситуация, если эпидемия начнет набирать обороты, разбирался Андрей Дреер. 21 тысяча больных в крае. Данные последних дней. Вирус распространяется стремительно. Школы и сады закрываются на карантин. А в Барнауле машины скорой помощи не успевают на выезды. Жительница индустриального района, назовем ее Олеся, рассказала, что к ее мужу с температурой 39,5 неотложка ехала полтора часа. В 19.05 я позвонила в скорую и вызов зафиксировали. А в 20.05 я повторно позвонила туда, мне сказали, что машина даже не выехала. Я спросила причину, они ответили, что вызовов много, машин нет. И время, когда ожидать скорую, мне тоже не назвали. В целом полтора часа мы ждали скорую. По словам Олеси, значительную задержку по времени врачи объяснили большим количеством вызовов. Якобы в этот день поступило около 1300 звонков, хотя машин в городе всего 70. И это недалеко от истины, пояснил нам сегодня заместитель главного врача скорой помощи по Барнаулу. Оказывается, полтора часа ожидания в пределах нормы. Норматив по скорой помощи, ну это не более 20 минут доезд. Норматив по неотложке в течение двух часов. Это по законодательству. Количество бригад скорой помощи, вот которая работает чисто на город Барнаул, Ну, город Барнаул примерно 670 тысяч населения, это 67 бригад. Одна общепрофильная выездная бригада на 10 тысяч населения тоже, со слов медиков, норма, которую Барнаул выполняет. Но в период распространения инфекции врачи вызывают значительно чаще. 1200 вызовов против обычных 800. Машины, как объяснили нам, не успевают даже заехать на станцию. Конечно, в первую очередь скорая помощь поедет на сердечный приступ, или без сознания человек упал, или там автодорожная травма, или там ножевое ранение. Конечно, все остальное отставляется, это в первую очередь. Число больных у РВИ гриппом растет недалеко и до эпидемии. А это значит, что количество вызовов тоже будет расти, и полуторачасовая задержка не предел. Специалисты говорят, ускорить процесс можно. Если состояние резко ухудшилось, а бригада врачей не приехала, стоит еще раз позвонить 03 и сообщить об этом. Только тогда оператор, скорее всего, экстренно направит машину к вам. Андрей Дригер, Андрей Печоркин. Наши новости. Третью неделю жители села Тюменцево живут без воды. Причиной этого стал порыв сетей еще в начале января, устранить который коммунальщики не могут до сих пор. По словам местных жителей, вода из кранов исчезла не сразу. Поначалу за день можно было набрать целый чайник. Но после ремонтных работ, которые, кстати, провели спустя неделю, водопровод опустил совсем. Все откачивают, все пытаются делать, но пока у нас безуспешно. Я уже не знаю, что делать. Все надеются на то, что давайте подождем. А вот сделают, но не знаю, сделают они это или нет. Но в данный момент ее нет. Добавим, что без воды остаются жители четырех улиц райцентра Тюменцево. Это около тысячи человек. Причем жители подчеркивают, что за две недели к ним ни разу не осуществляли подвоз, воду для питья, приготовление пищи, стирки людям приходится, только вдумайтесь, покупать в магазинах. Многотысячные долги вместо курорта. Вот такая подмена произошла у нескольких барнаульцев. Все они клиенты компании «Турлидер». Вылет на отдых сорвался, а деньги пропали. В поисках своих финансов пострадавшие ходят в турфирму, в полицию. А сегодня пришли к нам в редакцию. Вывести семью за границу не такая уж несбыточная мечта оказалась Павлу Людикову, пока он не обратился в турфирму «Турлидер». Подписал документы, внес плату, почти 300 тысяч, и доверился компании. Сидел, ждал, за два дня позвонил. Оказалось, что туры не были заказаны, деньги попросил вернуть, а она отказалась. Сказала, якобы у нее их украли. Отдых сорвался и у Веры Майоровой. 200 тысяч ей вернули, 100 еще должны. Устав ждать, она пошла в полицию и выяснила, там ей не помогут. Дело прекращено из-за того, что нет состава преступления. Праведная Дарья Андреевна поступила неумышленно. Прикарманила деньги, это получается неумышленно. Искать правду пострадавшим приходится только напрямую с директором турфирмы Дарьей Праведной. По ее версии, ее тоже кинули на деньги. Бывший соучредитель оформлял договоры на нее, а деньги забирал себе. Его уже не найти, он не в Барнауле. Поискать пришлось и сам турлидер. Долгое время турлидер находился на проспекте Строителей 11. Недавно вывеску там сняли, теперь компания переехала в центр, торговый центр Цезарь. Но пока здесь ничего не указывает на то, что фирма работает. Сменила место фирма, как полагают ее бывшие клиенты, из-за настойчивости, такие же, как они. Самого директора тоже не найти. Девушка активно привлекает клиентуру. А клиент, вы хотите у него взять и не отдать деньги, получается, или как? Почему? На ранней бронировке, когда приносит, там всего 30% берут при бронировании на лето. Потом перепричь. Потому что время еще есть до июля месяца. А, ну понятно. В принципе, человек не пострадает от этого. Нет. С нашим телеканалом Дарья тоже не стала встречаться. Но на телефонный звонок ответила. Если я кого-то хотела, допустим, как они считают, кинет, то я вообще денежные средства не выплачивала. Не писала бы расписки, не встречалась бы с ними. Я остаюсь в этом же городе, никуда не уехала. Семь, я буду возвращать денежные средства. И буду возвращать до суда. О каком суде идет речь, ведь полиция состава преступления не видит, Дарья не уточнила. А вот судиться с бывшим партнером, что логично, она не намерена, рассчитывает договориться по мирному. Но когда это будет, неизвестно. Как, впрочем, и то, сколько людей все еще ждут возврата своих вложений в так и не состоявшийся отдых. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости. Барнаульский планетарий еще два года будет находиться на прежнем месте в здании Крестовозвиженской церкви. Сегодня между городскими властями и епархией было подписано соответствующее предварительное соглашение. В этом договоре, который мы сегодня подпишем, он стал возможен именно как плод совместных усилий и долгих согласований. Будет, наконец, оговорено условие, которое призвано не только успокоить общественность, но и, в первую очередь, юридически закрепить положение. В документе, который подписали сегодня, речь идет о том, что священнослужители готовы безвозмездно предоставить Звездному Дому здание, которое, по сути, уже принадлежит церкви. Соглашение, хотя и предварительное, но, можно сказать, гарантия того, что епархия не передумает. Окончательный документ подпишут в марте. Барнаульский планетарий еще два года будет располагаться по прежнему адресу. В течение этого времени будут решать вопрос о его переезде. И священнослужители дали Звездному Дому, если можно так сказать, еще один шанс. Вот тот ажиотаж, который был раздут в некоторых средствах массовой информации, он совершенно был неоправдан и вызывает только чувство сожаления. Церковь никогда, нигде мы не заявляли, никто из священнослужителей, что мы готовы выбросить, там, планетарий, нас это не интересует. Нас всегда это интересовало, интересует сейчас. Теперь жители Алтайского края могут получать оперативную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы региона. Если раньше пациентов с серьезными травмами глаз на лечение по квоте отправляли, к примеру, в Новосибирск или Томск, то теперь сложные операции могут проводить и барнаульские врачи. Почему это стало возможно, вот расскажем прямо сейчас. Ивана Березина, жителя Белоярска, прооперировали на этой неделе. В 2010 году мужчина перестал видеть правым глазом. Ошибка во время проведения строительных работ стоила ему зрения. От шлифовальной машины отлетела запчасть, ударом выбила хрусталик, так и жил до недавнего времени. Еще раз в этот же глаз тоже прилетело, поехал вытаскивать, сказали, надо вставлять хрусталик. Врачам спасибо большое, дай бог здоровья им. Травматологическое отделение горбольницы номер 8 единственное в крае. За помощью сюда обращается в год более 20 тысяч пациентов. В день врачи принимают несколько десятков человек. Еще несколько месяцев назад специалисты могли провести лишь неотложные процедуры. На дальнейшее лечение по квоте людей отправляли в соседние регионы. Приходилось терять время и зачастую зрение. В декабре прошлого года в офтальмологическое отделение больницы приобрели новое оборудование. На него было потрачено 30 миллионов рублей. Большая часть средств из краевого бюджета. В планах серьезные операции по замене стекловидного тела глаза и введение препаратов, которые снимают отек при воспалении сетчатки. В ближайшее время врачи отделения посетят курсы повышения квалификации. Первых пациентов, которым требуются подобные вмешательства, готовы будут принять уже в этом году. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. ЕГЭ по китайскому смогут сдать 11-классники уже в этом году. Этот предмет будет в числе дисциплин, которые школьники выбирают самостоятельно. Кстати, на выбор времени остается мало. Всего неделя. Об этом напомнили сегодня в Министерстве образования края. По традиции обязательны русский и математика. Остальные, в том числе химия, литература, география и другие, на выбор. Если выпускникам для поступления в ВУЗ нужен китайский, в рамках ЕГЭ теперь можно сдать и этот предмет. Пока мы не видим заявлений по китайскому языку, но мы знаем, что у нас есть школы, где в формате дополнительного образования активно китайский язык изучается. В лингвистических центрах китайский язык изучается. Возможно, что такие у нас желающие до 1 февраля появятся. Ну а вот выпускникам 9 классов в этом году впервые предстоит сдавать устный экзамен по русскому языку. Он пройдет в школах 13 февраля и станет допуском к основному выпускному экзамену. Ученик должен будет прочитать вслух предложенный текст и пересказать его. Также экзаменаторы оценят, насколько школьник может самостоятельно мыслить. Это монолог учащегося, который он выстраивает самостоятельно по той теме, которую выбрал. Это может быть описание какой-либо фотографии. Это может быть рассказ о каком-либо событии или рассуждение по какому-то вопросу. Так вот, кстати, с 1 февраля, об этом тоже сообщили в Министерстве образования, в школах начинают принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Запись продлится до 30 июня и касается тех, кто живет закрепленной за той или иной школой территорией. Запись для тех, кто хочет попасть в школу не по прописке, откроется 1 июля. Специалисты отметили, что подать заявление можно как лично, так и через специальный сайт в школу дети. По данным Минобра, впервые за школьную парту в этом году сядут больше 30 тысяч юных жителей края. В Барнауле после реставрации открыли гостиницу Алтай, здание, которому без малого 70 лет, ремонтировали около года. Историки и архитекторы краевой столицы уже оценили новый интерьер и фасад гостиницы. Если он максимально приближен к своему историческому облику, наша съемочная группа одна из первых увидела, как теперь выглядит Алтай. Строгая советская классика и стиль арт-деко. Теперь, говорят историки, знаменитая гостиница Алтай выглядит точно так, как и 70 лет назад. Строить здание начали еще до начала войны. До сих пор гостиница остается частью общего композиционно-градостроительного замысла. Поэтому было решено вернуть ей первоначальный облик, а именно цвета. Терракотово-красный и черный, вместо привычных желтого и оранжевого. Мы сняли несколько слоев краски и добрались до первичных, первых слоев. И обнаружили абсолютно точно именно то цветовое решение, которое было. И вот мы его воссоздали в проекте. Люстра, которая охраняется государством. Лепнина на потолках, парадные лестницы. В каждом номере архивные фотографии старого Барнаула. За свои 70 лет Алтай еще не знал капитального ремонта. Перегородки, перекрытия, кровля достаточно в таком плачевном состоянии были. Конечно, и нестандартные решения приходилось принимать проектировщикам. По словам архитекторов, в первую очередь они стремились сохранить те решения, которые изначально заложены в проект здания. Теперь в мэрии надеются, что гостиница станет излюбленным местом для туристов и важных гостей краевой столицы. А руководство Алтая ждет окупаемости проекта. Ее оценивают в 10 лет. Ирина Корчегина, Николай Шилко. Наши новости. Лыжница Яна Кирпиченко вошла в топ-10 по итогу забега на молодежном чемпионате мира. Турнир для спортсменов до 23 лет проходит в эти дни в Финляндии. Наша землячка в дисциплине свободным стилем 10 километров финишировала в восьмой. Победителем стала россиянка Мария Истомина из Перми. И следующую гонку Яна проведет завтра. Это будет масс-старт классическим стилем на дистанции 15 километров. Ну вот напомним, ровно год назад барнаульская ракета, как Кирпиченко называют поклонники, прибежала первой также на молодежном первенстве планеты, только уже в другой дисциплине 10 километров классическим стилем. Помимо этого Яна по-прежнему остается главной представительницей Алтайского края на поездку на Всемирную универсиаду в Красноярск. Жилищная инициатива возведет в Барнауле новый жилой комплекс «Маяк» на проспекте Космонавтов. Строительные работы уже идут полным ходом. 16-этажный кирпичный дом в удобном районе города. Сейчас на объекте закладывают фундамент, а вот таким он станет уже в 2021 году. Среди пятиэтажек вокруг новый дом будет выглядеть действительно как «Маяк». В квартирах от одной до четырех комнат, площадью от 30 до 100 квадратных метров. В данном районе не так много застройщиков, не ведется какой-то интенсивной застройки, поскольку фонд жилой потока изношен уже достаточно, то есть домам уже, наверное, более 50 лет. Те люди, которые привыкли проживать и живут на потоке, но которые не хотят менять место жительства, они будут заинтересованы в смене старого жилья на новое жилье, продавая свой объект и переезжая в радиусе 100-500 метров. Востребованность будет, поскольку люди уже привязаны к этому микрорайону. Раздельный сбор мусора, помещения для колясок и проходные подъезды. В новом жилищном комплексе «Маяк» есть все необходимое для комфортной жизни. По традиции в завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды – компания «Валар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На территории края станет немного прохладнее. В Бийске и Рубцовске до 10 морозов, в Белокурихе до 9. В Барнауле ночью снег, днем пасмурно и без осадков. В ночное время до 15 мороза, днем до 13 ниже 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Берегите себя.